Микеланджели Гульд был одним из самых влиятельных артистов нашего времени. В основном из-за того, как он играл Баха. И не только Баха, которого он играл обыкновенным способом гениально, но также из-за его эксцентричного Баха. Оба его Баха повлияли на нас. Бах. Портита номер 2 до минор. Запись 1959 года. Гульд считал, что публичные концерты – анахронизм. И чувствовал себя неуютно из-за того, что он называл иерархическим барьером между артистом и аудиторией. Он с любовью оглядывался на 18-й век, когда исполнители и публика считали себя равными. Микеланджели Равель Вальс в аранжировке Гульда. Запись 1974 года. Равель Вальс Глэн однажды сказал, что он не пианист. Он называл себя или музыкантом, или композитором, который выражает себя посредством фортепиано, рассказывает продюсер звукозаписи Пол Майер. По-моему, он имел в виду, что смотрит на напечатанный нотный текст как соавтор. Он не верил в традицию и не считал, что играть надо определенным и особенно общепринятым способом. Глэн шел, на мой взгляд, немного дальше и играл, как чувствовал. Он был композитором, платящим дань уважения другим композиторам. Глэн шел, на мой взгляд, немного дальше и играл, как чувствовал. 1960 год. Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok